Сегодня очень популярны Вимельбухи, развивающие книги-головоломки, с яркими, максимально детализированными иллюстрациями. Каждый разворот такой книги – большое, красочное изображение, которое состоит из мельчайших фрагментов, героев, явлений и множества сюжетных линий. Их ценят родители и очень любят дети. В чем же секрет Вимельбухов? Считается, что этот жанр появился благодаря фламандским художникам Иерониму Босху и Питере Брайкелю, старшему, известным своими детализированными картинками. Именно их работы вдохновили немецкого иллюстратора Али Миткуча на создание вимельбухов. Первая книга для детей вышла в 1968 году под названием «Вокруг моего города». В ней описывались сцены из повседневной жизни Мюнхена. Детям и взрослым очень понравилось, разглядывая картинки, получать полезную информацию и самостоятельно искать предметы или животных на книжном развороте. Жанр прижался и остается популярным до сих пор. Чем полезны книги и картинки? Вимельбухи помогают развивать речь ребенка. Пока родители рассказывают о том, что происходит на страницах, он запоминает новые слова и учит строить предложения. Такие книги полезны для тренировки внимания, развития логического мышления и воображения. Например, можно попросить ребенка найти на картинке определенного персонажа или посчитать количество предметов одного цвета. Несмотря на отсутствие текста, Вимельбух – долгоиграющая игра. В ней порой отсутствует единый сюжет. Глядя на яркие развороты, можно сочинять столько историй, сколько позволит фантазия. Чтение этих книжек больше похоже на игру, которая станет отличным способом провести время всей семьей. Вимельбухи подойдут для работы с детьми от 6 до 9 месяцев. Ребенок уже может концентрироваться на картинке в течение нескольких минут, пока взрослый рассказывает, где прячется котик или куда бежит лошадка. В этом возрасте основной упор можно сделать именно на изучение новых слов. Старайтесь не переутомить ребенка. Если он устал и больше не хочет рассматривать картинки, вернитесь к игре через пару дней. Детьми от 1 до 3 лет можно не только учить слова, но и наполнять их новыми значениями. Рассказывайте про форму и цвет предметов. Объясняйте действия героев. Создавайте простые логические цепочки. Например, начался дождь, поэтому все достали зонты. Велосипед сломался, папа его чинит. Бабушка идет в магазин, чтобы купить молоко. Любознательные дети будут задавать много вопросов. Например, почему небо голубое, а лес зеленый? Не отмахивайтесь от них и постарайтесь находить ответы. Детьми от 3 лет можете постепенно увеличивать объем информации. Сочиняйте длинные истории о героях книги. Делайте предложения развернутыми. Рассказывайте об эмоциях персонажей. Описывайте погоду или природные явления. Задавайте ему вопросы. Просите придумать свою историю. Обсуждайте происходящее. В общем, превращайте игру в дискуссию. А еще с ребенком можно сделать картинку-головоломку своими руками. Определите интересную тему и сделайте фон. Можно нарисовать на ватмане карту звездного неба. Или напечатать готовый лесной пейзаж. Нужные герои и предметы найдутся на страницах старых журналов. Вместе с ребенком вырезайте все, что понравится, и приклеивайте на заготовку. В итоге получится ваш уникальный вимельбух, с которым можно работать так же, как с книгой из типографии. Представляем вашему вниманию серию вимельбухов норвежской художницы Анны Фиске «Найди и покажи». Книга «Найди и покажи» на планете позволит юным читателям больше узнать о своей планете Земля, где жизнь не замирает ни на минуту. Когда в одном месте рождается день, в другом заходит солнце. Хотите стать истинным детективом? Тогда распутайте глубок событий. Путешественник Том плывет на плоту через Атлантический океан. Жители Африки выращивают загадочное дерево. Письмо в бутылке совершают кругосветное путешествие. В книге-игре мало слов, но не каждая толстая книжка местит столько историй, как эта. Откройте ее, и вы на много часов забудете обо всем, рассматривая эти веселые странички. С помощью следующей книги Анны Фиске «Найди и покажи» в космосе мы станем свидетелями заселения фантастической планеты. Хотите почувствовать себя истинным астрономом? Тогда эта книга-игра для вас. Вы увидите, как космическая зеленая змея опутывает планету. Узнаете, почему оборотень устал всех пугать и захотел стать милым. И зачем Мона построила себе домик из лего. Веселая книга «Найди и покажи» в океане познакомит нас с морскими обитателями. И мы сможем подробно рассмотреть, кто что делает. Художница позволяет нам окинуть взглядом жизнь под водой и на острове, где поселилась девочка Ингер. Пока она строит себе дом, радуется рыбам, играет и находит друзей, под водой течет своя удивительная жизнь. Акула-молод строит кинотеатр. Рыбка-клоун всех смешит. Краб все время вяжет шарфы и носки. А носовая фигура затонувшего корабля вдруг оживает и уплывает кататься на море. Попробуйте поиграть в детективы и позвольте улечь себя увлекательной многозадачной книгой и игрой «Найди и покажи в огороде». Вы увидите, как заскучавшая принцесса решила сдать свой замок в аренду и погулять по городу. А крокодил пришел на прием к зубному врачу. Куда стремятся кроты-путешественники Гэр и Гретта? О чем думает заботливая Тильда? Почему толстяк, живущий под грибом, постоянно ест? Кому жук-фонарщик продает свои светильники? Об этом и не только вы узнаете в книге Анафиске «Найди и покажи под землей». В Эмельбухе «Найди и покажи в лесу» столько действующих лиц, что просто глаза разбегаются. Вот уж действительно мельтешение. Художницы позволяют нам рассмотреть необычных существ и придумать их историю. Какие звери сбежали с фургона зоопарка и зачем сказочные? Существа «Ведьмочка с метлой», «Гном» и «Санта-Клаус» собирают шишки для хвойного магазинчика. В Эмельбухе, Анафиске и прочих художников вы можете найти в нашей библиотеке. Приходите в Каковинку за этими и многими другими развивающими книгами для ваших детишек.